Деньги на забор были собраны на счете примерно 3 миллиона 400 с чем-то тысяч. Полтора миллиона официально были потрачены на то железо, которое лежит в паркерке. Есть мнение, но не проверенная информация, что не все, на что потрачены полтора миллиона, поступила к нам на склад. Поэтому для того, чтобы сделать две стороны ограждения, было все подготовлено, было все смечено, была определена дата, когда уже устанавливают забор, но и полтора миллиона были на счете, но, к сожалению, они целевым образом израсходованы не были. Управлять этим процессом я не смогла. Поэтому в данном случае денег на забор сейчас на счете нет. Поэтому было принято решение по обращениям собственников вернуть деньги, начисленные вам, в полном объеме. А что, забор не будет или что? Он будет. Когда? Он будет. А что? Сейчас вам всем берем эти начисления. А когда будет этот забор? Я не помню. Зачем вам нужны эти деньги? Это же договор. Договор уже был подготовлен. Вы видели, даже была выполнена уже подготовка на вечную трассу этого забора. Причем мы хотели еще, там было полтора миллиона, в этом ходила не только монтажная работа, но еще и до заказа, чтобы можно было здесь до бетонного забора выгородить и там до пункта охраны. Но, к сожалению, у нас право подписи и перечисления имеет господин Ремель на сегодняшний день. Сила это? Нет. Ну ладно, не хватит. Да, вот сейчас пришла информация, что... Опять? Да, не важно. Скажите, что в таком случае, Ремель перевел эти деньги на клиник. Он оплатил клиник до конца года. А как он имел кровать? Нет. Субтитры делал. Мы не ограничиваем, что у нас проблемы не работают. А вы же работаете у него. К сожалению, здесь в юридической процедуре мы можем... А теперь вам Рымрек тоже мешает, вам все мешают. Давайте так, юридически процедура выглядит так. Из-за обеспечителя и подсутствующего состава предыдущего правления. Антолий Иванович у нас является единственным представителем правления, которого сейчас уже нет. Все, точка. Правление есть, но он у него единственное число. Ну вот это первое. Второе. У нас есть правление. Но мы из-за обеспечительных мер не входим в правление, которое осталось от предыдущего правления. То есть мы не входим в это правление. И юридически Рымрек действительно нам не подчиняется. Мы написали протокол правления, где мы четко указали, как должны быть расходованы деньги на обращение, какие стороны должны быть поставлены. Но нам отказали в финансировании этого мероприятия. Кто отказал? Андрей Иванович. А на каком основании он должен вам подчиняться? Вы кто? Девочки, секундочку. Проясните для всех. Есть Рымрек, который всем заправляет эти деньги, его нет. Вы тогда кто? Да, собственно. Вы нас собрали. Вы нам рассказываете, но вы сделать ничего не можете. Мы даже деньги на забор собрали. У вас было все. Поставьте забор. Все прокутали. Давайте я сейчас объясню. У нас забрали... ...два... 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 ...оставшиеся... ...от истории шестнадцатого года. Поэтому юридически, к сожалению, так. Сейчас мы будем принимать решение... Когда сложилась такая ситуация с забором, с забором, мы сейчас будем принимать уже решение правления о том, как мы будем управлять расчетным счетом и каким образом будет осуществляться процедура распоряжения расчетным счетом. Как вы будете принимать решение? К сожалению, мы об этом узнали только в сентябре. Что у нас вот такая ситуация. Подождите. Середина ноября сейчас на дворе вообще-то. Ну, вообще середина ноября на дворе. И вам два месяца не хватило решить этот вопрос? К сожалению, пока да. Ну тогда не надо... Отвечаю почему? Потому что... Подождите. Я вообще не понимаю, с кем мы сейчас общаемся. Сейчас отвечаю. Отвечаю. Я узнала о том, что все члены правления подали заявление о выходе из правления только в начале ноября. Ведущим. А, они уже все подали... А мне так сказали... А сейчас он один есть и член правления вообще нет. Вот может, вы предложите нам расскажите про уважаемые Подождите. Лариса Кенатина, у вас договор с Римляем. А он сейчас возьмет этот договор с Валей Ассор. И что? И что? Вот давайте все-таки спросим. Тут два члена правления вышли. Вот уважаемые соседи, да? Я не знаю. Мне сказали, вышли. Вот Николай Борисович здесь, и я, сургулация Елена Александровна. Кто Николай Борисович? Да, 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 вот смотрите ситуацию. Дайте я вам расскажу. Да-да, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Да, я вам хочу, молодой человек. Вы пройдите, может, с периода, выйдите. Да нет, я так скажу. Огромное, пожалуйста. Значит, уважаемые коллеги, в мае прошлого года у нас был добор членов правления. Ну вот, когда Силаев ввел в правление меня и вот Николая Борисовича. Потом он нас ни разу не собирал, я к нему несколько раз подходила. Что делать, чем помочь, все нормально, все нормально. Потом, значит, когда он уехал... А вас он для чего ввел? Ну, просто кто-то отказался, ему надо было добрать двух человек. Поскольку я все время приходила к нему и предлагала свои услуги по озеленению территории, по организации социальных мероприятий, по работе с детьми, ну, это моя работа, поэтому я хотела помочь всем, что я могу. Ну вот, значит, он мне сказал, говорит, вы войдете в правление? Я говорю, я не хочу, я так буду работать, но я буду помогать. Он говорит, нет, нам надо два человека. Говорю, хорошо, я согласна. Он говорит, у нас идеальная ситуация, все нормально, все хорошо. То же самое Николай Борисович, он тоже вошел, поскольку нам объяснили, что никаких конфликтов, вообще мир, дружба... А вы не видели ситуацию? Пускай договорю. Ну, вы знаете, я так глубоко не видела, честно говоря. Я думаю, действительно... Ну, ладно, да. Неважно, значит, забирать нас не собирали до той ситуации, пока он не уехал в отпуск, и возникла вот тут вот конфликтная ситуация. После этого, значит, группа сторонников села, вот у нас там юристы, вот эта вся компания, нас срочно, буквально ночью собралась, сказала, надо срочно кого-то из нас назначить председателем, иначе у нас тут будет государственный переворот. В общем, и мы все уговорили Ремаре, чтобы он взял на себя вот эту ситуацию. Между собручек и без общего собрания. Да, да. Это собрание, это членов... Давайте договорить. Да, это членов просто бред. Давайте договорить. Да, давайте договорить. Ну, давайте договорить. Ну, давайте договорить. Ну, они думали, что они делают благо. Нет, значит, смотрите, правление ТСЖ, ну, вот, ну, у нас же юрист был, как он объяснил, что мы имеем право, насколько такая конкретная ситуация, мы можем переизбрать правление. И вот тогда Силаева, Ремаре, мы переизбрали, назначили Ремаре. Он с большим рвением начал работать. Мы собирались каждый вторник, мы наметили каждый, кто какую работу ведет. Но вот это продолжалось месяца 3-4. А для чего такая срочность? Ну, пускай дровали. Пускай дровали. Пускай дровали, дровали перед. Значит, срочность была... Не, ну, просто интересно, почему это произошло-то. Ну, потому что, значит, мы разбиваем, что-то. Ну, а смысл тогда слушать. Вот, как скажет. Значит, срочность была такая. Ну, вот, поскольку... Да, поскольку Силаев уехал в отпуск, в это время, значит, эксплуатация, решили сделать, ну, такую рокировку и взять управление своей руки. Когда он уедет в отпуск? Он уже уехал в отпуск. И надо было подписывать документы. Какие? Короче, Силаев у нас было в это время в одном человеке. Вот, в общем, в этом время, да. Значит, в этом время, значит, да, поделюсь вот так. Дальше, что ли, да. И дальше, значит, у нас начались борта-обои, у нас начались вот не по мечту, но вот этот вот дележа в власти. Ну, вот, и вы знаете, сколько у нас тут было прецедентов на США, Лариса Геннадьевна, и Рымарий, и Силаев все вместе. Когда он вернулся, он тоже хотел руководить и не был доволен тем, что у нас Рымарий появился. А Рымарий же захотел руководить. А Рымарий захотел, но на то его правление, вот все, кто вошел в то время в правление, как Борисыч, я, Ольга Головкина, у нас к нему было доверия больше, чем Силаеву. Ну, не знаешь, просто не Рымарий, не Силаев. Вот, просто, понимаете, просто, потому что мы реально поняли, что мы нужны, потому что он нас собирал каждый вторник, мы наметили план работы. Вы, может быть, помните, я вот ворд-класс всех собирала, начала группу формировать, ну, вот, предложила план по озеленению. То есть, ну, мы действительно хотели что-то сделать. Вот, и дальше следующий этап. Когда вот это началась борьба, ну, вот, ну,